Всем привет-привет! Сегодня предлагаю начать разбор пустых баночек за апрель месяц. Начну я, пожалуй, с продуктов для волос. Закончился у меня вот такой шампунь для брюнеток от бренда Charles Workington. Потрясающий шампунь. Во-первых, у этой серии просто безумный аромат. Аромат какао, чего-то такого сладенького. Плюс этот шампунь делает волосы невероятно блестящими, мягкими и послушными. У меня еще остался бальзам в использовании, но я думаю, что в следующем месяце я и бальзам тоже добью. Эта парочка просто потрясающая. Мне очень-очень понравилась. Также могу похвалить вот такую маску для волос. Это бюджетный бренд Прелесть. Маска неплохая, но для меня это скорее как такой хороший питательный восстанавливающий бальзам. Для совсем сухих волос эта маска будет слабовата. Ну вот, если волосы у вас нормальные или склонные к сухости, то можно присмотреться. Волосы после этой маски легко расчесываются, делаются послушными. В принципе, неплохая. Еще один шампунь мне попадается. Это уже бренд Тресеме. И это шампунь для создания объема. Мицеллярная технология. Шампунь был прозрачный. И да, после него волосы были действительно очень такими объемными. Немного даже пушистыми. Но бальзам все это дело сглаживал. Мне понравился шампунь. Я думаю, попробовать и другие какие-то линейки от бренда Тресеме. Хороший производитель. Так, что еще мне попадается? Был у меня омолаживающий крем для тела от Натура Камчатка. Хороший крем. Питал кожу, увлажнял. Делал ее гладкой. И вкусно пах. Хватило мне его, в принципе, надолго. Сияние молодости и тонус кожи. Да, кожа была такой более упругой. Хороший действительно продукт. Практически подошел к концу. Но вот осталось буквально на одно применение. Это гель для душа с грейпфрутом, бергамотом и лавандой. Green Ideal компания. Это натуральная косметика. У этого геля мне нравится аромат. Он действительно такой немножко терпкий, настоящий. Пахнет и лавандой, и бергамотом. И такой освежающий запах. Сам гель по свойствам стандартный. Кожу очищал. Не заметила, чтобы он как-то кожу пересушивал. Ничего такого не было. Но, и знаете, чего-то сверхъестественного тоже нет. В принципе, если вы эту марку заказываете, у них есть свой интернет-магазин, то этот гель можно закинуть в корзину. Он довольно-таки неплохой. Вот такая пенка для умывания. От сайта Fratish Shop. Я вам о нем неоднократно рассказывала. Это пенка для сухой чувствительной кожи. Успокаивающая. Она очень-очень вкусно пахнет. Знаете, она пахнет ванилью и лавандой одновременно. Это интересный аромат. Использовала я утром. Косметику смывает. Эта пенка не так хорошо, как мне хотелось бы. А вот для утреннего применения самое то. Освежала кожу. Убирала остатки ночного ухода. И, в принципе, кожа была потом такой мягкой, чистенькой, свежей. Старт Эпил. Это у нас бренд Аравия Профессионал. Вот такой тоник для депиляции. Вернее, перед депиляцией с экстрактом алоэ вера, маслом розмарина. Очень долго я им пользовалась. Где-то, наверное, год. Он оказался каким-то мега-мега экономичным. Хороший тоник. Подготавливал кожу. Но, в принципе, как и многие другие тоники. Не знаю, советовать ли вам именно этот, но мне он понравился. Мне он помогал. Осталось здесь буквально на пару применений. Это вот такое средство двухфазное от бренда Леврана. Средство для снятия макияжа с глаз, с лица, с губ. У меня это черный тмин. Я использовала только для снятия макияжа с глаз. Когда пользовалась водостойкой тушью. У меня тушь от Череш. И вот эта вот двухфазка неплохо снимала. Для лица как-то нет. Для губ тоже. А вот тушь, да, тушь удаляла неплохо. Не знаю, буду ли я повторять. Скорее всего, навряд ли. Потому что, как таковыми водостойкими тушами для ресниц, я очень редко пользуюсь. В основном обычными. Но, в целом, средство достойное. Крем для рук. Восстановление. С бананом и маслом Жожоба. Пользовалась я им на работе. Потому что крем быстро впитывался. Неплохо увлажнял кожу. Приятно пах именно бананом. И плюс ко всему здесь натуральнейший состав. И объем большой 100 мл. Мне хватило, наверное, где-то на месяца два. Но кремом для рук я пользуюсь часто. Потому что работаю с бумагами. И руки очень сильно сохнут. Уже второй раз я брала вот такой дезодорант шариковый. От бренда Arnebi. 50 мл. Это дезодорант с хорошим составом. Здесь нет алюминия. Нет никакой бяки. Плюс он вкусно пахнет. Пахнет он цитрусовыми. Бергамотом. Очень освежающий. И этот дезодорант действительно защищает в течение всего дня. Я знаю, что немногие натуральные продукты могут таким похвастаться. Но вот этот дезодорант прям супер. У него защита действительно хорошая. Еще один антипреспирант мне попадается. Тоже, кстати, с довольно-таки неплохим составом. Это у нас бренд Халяль. По-моему, так он называется. Приходили мне средства на обзор на сайте iRecommend. Еще давненько. Я, по-моему, даже на YouTube и не показывала. В принципе, сама по себе косметика неплохая. Что могу сказать про антипреспирант? Да, он защищал. Но все-таки Арнебия мне больше намного понравилась. Поэтому Халяль даже я вам и советовать-то не буду. Гидролат Чебреца. Очень люблю гидролаты от мыловарни Романовых. Во-первых, хорошие объемы действительно. И сами продукты очень-очень качественные. Я таким гидролатом обычно пользуюсь после умывания. То есть сразу, как я умылась, я быстренько наношу гидролат, чтобы кожа не сохла, не испарялась вот эта влага. И затем уже могу воспользоваться там тоником, сывороткой. Гидролат также можно наносить не только на кожу, но и на волосы, и на кожу тела. И действительно потрясающая вещь. Кожа была увлажненной. И плюс еще гидролат Чебреца. Он справлялся с такими, знаете, прыщиками, воспалениями. И делал кожу более чистой. Вот такая вот сыворотка была у меня. По-моему, начала использовать я ее еще в январе. Но как-то долго она у меня шла. Это сыворотка с анти-эйдж эффектом. Face Evolution. На сайте Beauty Mania можно приобрести эту сыворотку. Она не бюджетная. Сразу скажу, где-то в районе 2000. Она стоит. Мне она понравилась. Но я не знаю, стала бы я ее повторять за такую цену. В свое время я получила эту сыворотку от интернет-магазина бесплатно. Мы с ними сотрудничали довольно-таки плотно. И не знаю, покупала бы я ее сама. Мне кажется, все-таки дороговато для такого эффекта. Да, сыворотка классная. Она и кожу подтягивает, и увлажняет. И кожа потом такая ровненькая, сияющая. Но, девчонки, все то же самое. Делают сыворотки от Тиана. Но вот такие вот сыворотки у них есть в ампулках. Витаминный коктейль вот у меня закончился. Они на сайте Тиана стоят около 650 рублей. По-моему, там еще какая-то акция идет. И вот они делают то же самое практически. Тоже кожа очень такая здоровая, свежая, увлажненная, ухоженная. Но тут, вы как понимаете, цена намного и намного меньше. Поэтому Тиана я вам больше рекомендую, нежели предыдущий бренд. Так, что еще у меня подошло к концу? Еще одно средство для очищения лица от Ифраше. Это вот такая знаменитая умывалка. Ничего особенного. Да, очищающий гель, свежее увлажнение. В принципе, неплохой. Но я использовала, опять-таки, утром. Потому что мне не хватало очищения. По вечерам не до конца все-таки удаляет декоративную косметику вот этот гель. На утро неплохо. Но, опять-таки, чего-то сверхъестественного я не получила. Поэтому повторять не буду. Сейчас бренд Ифраше стоит не так-то уж и бюджетно, как по мне. Жидкость для снятия лака. Вот такую жидкость я вам рекомендую. Потрясающая. Во-первых, ногти не сушит. Ногти немножко даже отбеливает. Здесь есть апельсиновый сок в составе. Не воняет. Справляется абсолютно с любым видом лака. Классная. Единственное, что очень быстро расходуется. Такого тюбика здесь 110 мл. Мне хватило, наверное, где-то на неделе-две. Но ногти я крашу часто, может быть, поэтому. А так, по свойствам, очень-очень крутая вещь. Вот такая сыворотка у меня была практически всю зиму. И тут оставалось немножко. Я вот в апреле только доиспользовала. Это корейский бренд Тиам. Это сыворотка с высоким содержанием витамина С. Знаете, вначале все шло неплохо. Но потом я заметила, что от этой сыворотки у меня стали появляться какие-то прыщики, воспаления. Их было немного. Но, тем не менее, для моей кожи сейчас это не свойственно. Когда на ней появляются прыщи. И вот именно на эту сыворотку я грешила. А потом я прочитала, что да, продукты с содержанием витамина С могут вызывать вот такие вот проблемы. Поэтому будьте осторожны с такими косметическими средствами. Но, несмотря на это, крем с витамином С мне очень понравился. Вот от него не было никаких проблем. Это у нас бренд Минсер Фарма. И у меня был ночной крем. Ночной крем-маска. Я его показывала в мартовских пустых баночках. Знаете, классные продукты. Я этот крем доиспользовала с большим-большим удовольствием. Он был немного плотноватый. У него приятный такой апельсиновый аромат. И на него просто идеально наносился макияж. Наш тональный крем не подчеркивал никакие шелушения, ничего подобного. И крем быстро впитывался. И в его составе были такие небольшие светоотражающие частички. Такие золотистые частички. Они меленькие-меленькие. Их не видно было как таковых. Но в целом они давали такой блюр-эффект, эффект сияния. Я бы с большим удовольствием этот крем повторила. Он прям крутой. Патчи для области под глазами от Skinlight. Это у нас черный жемчуг и гиалуроновая кислота. В такой упаковочке было 60 штук. Прекрасные патчи. Это тоже патчи сделаны в Корее. Делали абсолютно все. И синячки убирали. И какие-то потемнения. И кожа потом была под глазами свежей, упругой. Ну, патчи для глаз гидрогелевые. Если вдруг еще кто-то не пробовал. Девчонки, обязательно. Обязательно попробуйте. Это прям чудо. Еще использовала вот такие вот патчи. Это у нас, по-моему, китайский какой-то бренд. Они мне приходили с одного интернет-магазина. Вот он, да, название бренда. Тоже крутые. Тоже очень понравились. Ничуть не хуже, чем Skinlight. Скраб для тела. Лаванда и можжевельник. Сахарный воздушный скраб. Это у нас бренд. Так, я вам сейчас скажу. Так, девчонки, что-то я не могу найти. Но это крымская косметика, точно. Скраб был очень маслянистый, очень насыщенный, очень питательный. После него я, как правило, не пользовалась ни молочком, ни кремом. Потому что кожа была и отшелушенная, и увлажненная одновременно. Ну и плюс ко всему, здесь был потрясающий аромат лаванды. А это для меня прям очень хорошо. Я лаванду люблю. Так, что еще подошло к концу? Ну, стандартно Colgate Plax, алтайские травы. Это моя частая покупка. Я люблю ополаскиватели Colgate. И также мне нравится вот такой ополаскиватель от Splat Ultra Complex. Он немного густой по сравнению с ополаскивателем от Colgate. Но тоже работает неплохо. Поэтому и один, и второй могу вам посоветовать. Также у Colgate мне нравится вот эта серия Древние секреты. Особенно мне полюбилась паста, которая идет с маслом лимона и алоэ. Очень крутая. Делает абсолютно все и еще на вкус приятная. Еще у меня была зубная паста, это корейская. Она предназначена для отбеливания. Какого-то супер отбеливания я не заметила, но очищает зубную эмаль прекрасно. И дыхание освежает тоже отлично. Так, по зубным пастам это, по-моему, все. Что еще у меня осталось? Остался у меня вот такой антиперспирант от Rixone. Не буду долго говорить. В принципе, вы часто видите вот такие антиперспиранты в моих видео. Я их использую не каждый день, только на какие-то вот особые случаи, такие особые выходы. Маска для лица от корейского бренда Aqua Labo. Для сияния. Очень люблю эти маски. Они действительно дают эффект такой холеной, сияющей, гладкой кожи. И маска абсолютно не липкая. После нее я не умываюсь и кожа чувствует себя хорошо. Вот такой вот неприглядный пакетик вам покажу. Но прошу прощения, немножко у меня здесь скраб потек. Это у нас бренд Blueberry Hill. И у меня был кофейный скраб для тела, пряный микс. Обалденнейший скраб. У него был такой крутой аромат и сама текстура. И мне прям очень понравился. Ну и, конечно же, здесь абсолютно натуральнейший состав. Вот такое вот мыло от Ariflame мы использовали. Приятное. Очень оно такое нежное. Тонко пахнет. Руки, в принципе, не сушит. Был у меня в использовании вот такой очищающий гель. Это бренд Beauty Love. Это израильская косметика. Попадался мне этот гель в коробочке Land of Beauty. Очень-очень крутой. Он имеет большое содержание абразивных частичек. Но эти частички мягкие. Плюс сам гель пенится. Он и очищает кожу, и полирует. И в то же время кожу не травмирует. Вот где-то пару раз в неделю я использовала. Здесь также огромнейший объем 200 мл хватает вот прям надолго. Если у вас есть доступ к израильской косметике, то я очень-очень рекомендую. Вот такое знаменитое масло от Bio Oil. Я в свое время его ругала. Но, как оказалось, ругала-то я его напрасно. Оно действительно работает. Оно подтягивает кожу. Единственное, что нужно пользоваться постоянно. Вот если производитель пишет два раза в день, мы наносим масло на проблемные места, то так и делайте. Тогда результат будет. Мне очень оно приглянулось. Тут вот осталось прям совсем немножко. Я добью. Повторять не буду, потому что мне сейчас идет масло от Reche. Тоже такое антицеллюлитное, тонизирующее. Буду его тестировать и заодно сравню, какое же все-таки лучше. Но от Bio Oil очень даже такое прикольное. Вот такой вот малыш подошел к концу. Это гель для области вокруг глаз с эффектом лифтинга, с эффектом подтяжки. Обалденнейшее. Это корейское средство, но стоит оно очень-очень дорого. И, ну, наверное, чересчур дорого для продукта по уходу за кожей. Попадался мне этот тюбик в коробочке от интернет-магазина Cineapple. С удовольствием бы я, конечно же, пользовалась им и дальше. Но подошел к концу. У него легкая гелевая текстура была. И просто показал себя на 5 с плюсом. Так, осталось у меня немножко декоративки. Один парфюм. Парфюм у меня вот такой. Акорданс. Это сибирское здоровье. Приятный, теплый, согревающий аромат. Но для меня это аромат возрастной. То есть это не для молоденьких девчонок. Это скорее для женщин постарше. А так он, конечно, классный. Я одно время и сама им пользовалась. Потом отдала маме. И вот на маме он сидел лучше. Сушка для лака. Зеркальный блеск. Ева Мозаик. Очень люблю. Действительно придает блеск. Быстро лак с ним сохнет. С этим покрытием. Кисточка здесь удачная. Все просто на 5 с плюсом. Так, в этой части покажу еще две туши для ресниц. И вот такой вот бальзам. Бальзам Baby Lips. Он был с оттенком. Вот такой у него приятный оттенок. Увлажнял губки. И давал такое естественное сияние. Естественное покрытие. Тушь от Vivienne Soboca. Боре премьера. Обожаю эту тушь. Но единственное, что хватает ее где-то на месяц, на полтора. Дальше она начинает осыпаться. А так реснички делает просто космические. И вот такая тушь у меня от BioAqua. Не понравилась. Советовать не буду. Использовала я ее где-то, наверное, раза 3-4. И поняла, что абсолютно не мое. И щеточка неудачная. И ресницы с ней какие-то склеены. В общем, девчонки, не берите. Я думаю, для первой части достаточно. Мы с вами увидимся во второй. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить. Я благодарю вас за внимание. Всем пока-пока.